Девушки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Это не секрет, не для кого, что матовые помады стали популярными уже довольно давно. И сейчас каждая марка считает своим долгом выпустить свою версию матовой помады. Кто-то выпускает жидкие, кто-то в виде карандашей, кто-то в обычном формате. Но и в масс-маркете, и в сегменте люкс вы можете встретить замечательные экземпляры матовых помад. Сегодня я хочу поговорить с вами про любимые чудо-помады всех американских блогеров, которые называются Huda Beauty. И мне хочется на секундочку остановиться про то, кто же такая Huda. А Huda это арабская бьюти-блогер, у которой больше миллиона подписчиков на YouTube и, по-моему, в районе 17 миллионов на Instagram. Я думаю, что на просторах интернета вы уже встречали ее ресницы, а также она недавно выпустила палетку теней. Но сегодня мы остановимся на жидких матовых помадах. Хочу сказать, что эти помады не совсем бюджетные, полноразмерный вариант стоит в районе 18 фунтов, но на сайте Cold Beauty не так давно можно было купить вот такие вот наборчики из четырех миниатюр. Эти наборы представлены в четырех разных оттенках. У меня это нюдовый вариант, там также были красные, розовые и коричневые. Я себе выбрала проверенный вариант, то есть я знала, что примерно такие оттенки мне нравятся, что мне они подходят. И давайте немножечко остановимся на их формуле. Это действительно очень жидкие, очень пигментированные помады, которые можно наносить в один слой, их даже лучше наносить в один слой, тогда они смотрятся более аккуратно. Конечно, можно замечать, что они проваливаются в складки губ, и нужно с ними быть предельно осторожны и стараться с первого раза накрасить губы ровно, потому что потом будет это очень сложно исправить, потому что помады довольно быстро засыхают и становятся абсолютно матовыми. Что касается комфорта, то, конечно, как и любые другие матовые жидкие помады, которые вот прям очень жидкие, а не кремовые, они сушат губы, и это не исключение. Есть небольшой дискомфорт, но я не могу сказать, что ее невозможно носить. Допустим, жидкие матовые помады от Colourpop мне очень сушили губы. Эти гораздо-гораздо комфортнее. Они довольно стойкие, но, как и любые матовые жидкие помады, они боятся жирной пищи, соответственно, если вы просто выпьете кофе, то она никуда не исчезнет, но если вы будете есть что-нибудь жареное, то, конечно, помадка сотрется. Но в целом могу сказать, что этими помадами я осталась довольна. Я бы не советовала носить их на каждый день. Все-таки губам не совсем комфортно, если носить эти помады в течение всего дня, но для каких-то фотосессий, для выходов это очень красивые оттенки, это очень качественная текстура, качественная формула. Губы смотрятся гораздо больше, они смотрятся подчеркнутыми, и, в принципе, линейка оттенков довольно большая, для того, чтобы подобрать свой собственный. Сегодня я хочу показать вам на губах 4 оттенка из этого набора. Я могу сказать, что большинство оттенков не подошло, единственное, это, по-моему, последний оттенок, который такой более темный, темный оттенок Flirt. Он мне не совсем подходит, это прям такой коричневый-коричневый оттенок, но я знаю, кому я эту помадку подарю. Оттенок Bombshell, это один из моих любимых, из четырех. И еще один оттенок, который сейчас находится у меня на губах, это Trendsetter. Это тоже очень красивый оттенок, это, знаете, черта между коричневой помадой и нюдовой. Я не совсем могу носить темные оттенки помад, но вот это то, в чем мне комфортно, мне кажется, она мне подходит. Ну что, я очень надеюсь, что продолжение этого видео вам понравится. Оставайтесь, будем смотреть, какие же оттеночки в этом наборе. Огромное спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...